Приветствую вас. Я думаю, Мария, что ключевой момент в вашей истории заключается в страхе потерять человека. То есть это, иными словами, продание ему избыточной ценности. Избыточная ценность другого человека происходит от избыточного обоспенивания вас. Вот, иными словами, ну вот что это значит, да, если есть вот избыточная ценность человека и избыточное обоспенивание, например, вас, это означает только то, что вы в отношениях не являетесь собой, что вы, ну, придаете человеку большее значение, чем себе. И что он вам нужен, по сути, для того, чтобы, ну, вот, напитывать себя, как, определенными ресурсами, да, скажем так. Мне кажется, что вот эта вот нехватка ресурсов у вас, она, как бы, является, наверное, ключевой проблемой. Соответственно, соответственно, вот то, что мне, ну, то, что мне кажется, это нужно работать в первую очередь с этими аспектами. Аспектами для того, чтобы вы человека не переоценивали, чтобы вы не переоценивали его, ну, больше, чем, то есть, себя, может быть, то есть, чтобы вы воспринимали, допустим, там, не знаю, себя, как на равных, к примеру, как вариант. Вот, и мне кажется, что это очень важный аспект, если вы будете больше соценить себя, не ценя меньше другого человека, вот. То страха его потерять не будет, вот, и вы почувствуете больше такую вот свободу, что ли, в отношениях, вот. Вот, и почувствовав эту свободу, в отношениях, вы, скорее всего, перестанете, вот, ну, что называется, вестись на его игнот, как бы. То есть, здесь вот ключевой момент, он именно в этом, как мне кажется. Ключевой момент, он здесь именно, именно вот в этом, что вы боитесь человека потерять, что вы боитесь оформлять, что вы воспринимаете его, человека, то есть, как ресурс для себя. А человек это знает, человек это чувствует, не может этого не чувствовать, и у него есть, таким образом, соблазн, соблазн для того, чтобы использовать ту власть, которую вы ему дали. Власть над вами, вот, не потому что он плохой, не потому что он какой-то вот такой скверный, что, ну, хочет, там, не знаю, вами управлять, да, например. Нет, 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 просто потому что вы ему дали такую власть, и именно по той причине, что вы эту власть ему дали, он так себя и ведет, вот. А, ну, и потому что еще вы, как-то, когда-то, вероятно, опреагировали на, ну, на его поступок тем, что первое-последие на примирение. Вот, идти первое на примирение, первое на примирение, безусловно, можно, в этом ничего дурного нет, но вопрос в том, как вы это сделали. Вот, если человек почувствовал, что вы себя сломали, если человек почувствовал, что вы себя преодолевали, если человек почувствовал, что вы против, ну, против, вот, как-то своей воли, там, не знаю, унизились и прочее, то, скорее всего, это также дало ему понять, что он лучше вас, что он лучше, что он ценнее вас, вот. То есть ключевой момент заключается именно в этом, в том, что ваша ценность меньше, чем ваш партнер. Идти это может из разных аспектов. Может идти как из детства, может идти как из вашего опыта, может идти из вашей привычной такой, я бы сказал, ролевой модели в отношениях, вот. И в том, что происходит, как бы ничего плохого-то нет на самом деле, просто вам не комфортно в этом состоянии находиться. Если бы вам было комфортно, я думаю, что вы бы не обращались с нами, я думаю, что вы бы, ну, сами наслаждались бы, получали наслаждение от того вот, что происходит на самом деле. Потому что есть люди, вот, такие есть люди, которые вот реально, они кайфуют, когда с ними играют в такие игры, им прям нравится, вот. не знаю, завоевывать расположение человека обратно. Вот. Важно понимать, что внешне, чисто внешне, вы можете вообще говорить, да я, мне не нравится, что он не обижается, да, вообще мне не нравятся, мне нравятся все эти игры, я вообще не люблю эти игры, и вообще я, как бы, думаю, что все можно решить, там, разговорами, терпеть не могу, игнор, и так далее. Я вам верю, на вас не другое, что в этом моменте вы перекладываете часть ответственности, часть ответственности за себя, на другого, на, собственно, партнера вашего. И опять же, даете ему власть. Все правильно. И человек это чувствует, знает, он знает, что никуда в этого не денетесь, знает, что он может делать все, что, все, что его душе угодно, условно говоря. Вот. И все в порядке, все хорошо. Он, как бы, чувствует себя высевал. Ну, это правда, потому что вы говорите, что, типа, что делал, что делал, что делал, и он, вот, может сигналить. Ну, так, и, а я его боюсь потерять. Так вы задаете себе вопрос, а вы чего его боитесь потерять вообще? Вы от таких отношений хотите, которых вы человека боитесь потерять? Вот. Вы сюда спросите. Чего вы достойны, например? Как вам, не знаю, откликается эта история о том, что, вот, вы боитесь его потерять? А чего вам не хватает, если, если он лишь вам, в чем он нуждается? Почему это, вот, такой ресурс для вас, который вы можете получить только от другого человека? Что подавляет вы себе, например? Вот. То есть это, вот, все очень, очень важный момент, вот, про который вы забываете. Но, но, про который не забывает ваш партнер, вот. И сложно, мне кажется, уважать человека, который с некоторым, с некоторым таким трудом, трудом уважает сам себя. Я вас сейчас ни в коем случае не хочу обвинить, ни в чем. Вот. Ну, просто, говорю о том, что, вот, как правило, аааа, игнорируют. Тех, кто, ну, кто точно знают, прибегут обратно, кто не могут быть. Вот. Таким образом, люди, что-то подругаются, подругаются на интерес. Опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Не потому, что люди плохие. Нет. Не поэтому. Люди-то, может быть, и не плохие. Человек, может, не плохой. Просто относитесь к себе так, что у человека появляется мысль о, так, с ней так можно, так если с вами так можно, почему бы люди поступают с вами так, как вы сами же, по сути, разрешаете поступать. Вот. Поэтому тут момент вот такой. О том, что вы в какой-то степени растворяетесь в человеке, косвенно демонстрирует то, что вот вы его пытаетесь понять. Да? Вот. Ну, вам бы не его понимать, а себя. Вам бы не, там, условно за ним бежать, а, вам бы, условно, опять же, себе разбираться бы. Вот. Понимаете? То есть вы растворяете вход в другом человеке. Ну, как бы, чем больше этого происходит, тем больше вы растворяете в другом человеке, тем больше у него, у этого человека возможности вами управлять. Вот. Где меньше вас, там больше него. меньше него. Вот. И отношения выстраиваются из, ну, взаимодействия. Вот. Реальной величины каждого человека. Именно реальной величины. А не когда, условно говоря, вы даете человеку возможность искусственного вырасти, вот, и другие люди тоже дают человеку искусственного вырасти, выбираться это, а потом мы говорим, так, слушай, а что делать вообще? Почему он, вот, обижается? Что нам делать? Ну, так это из той же сферы, что, там, не знаю, вырос, там, преступник, вот, и говорят, типа, ой, как, вот, знаете, как некоторые родители говорят, ой, у меня вот такой, он у меня вот такой, вот, он у меня такой. Нет. Это, ребят, это отражение родителей. Вот. И это, конечно же, он такой, безусловно, он такой, но он такой, потому что вы его так вырастили, вот. Это отражение вашей модели воспитания, вот. Это может быть неприятно, это может быть не очень, как было комфортно осознавать такие вещи, но это правда. И лучше, если в этом люди будут чесны, чесны с собой в первую очередь. Потому что вы обманываете себя, говоря о том, что я боюсь его потерять. Вы боитесь какого-то чувства, какого-то состояния. Вы его пытаетесь избежать. Какого-то, какого-то своего чувства, какого-то своего состояния. Не умеете с ним обращаться. А боитесь оставаться с ним наедине. И оно вас это состояние контролирует. К сожалению. Вот. Вот, вот, вот и, как бы, всё. А другой человек, он чувствует, что он, как бы, является вашим средством от чего-то. А средство от чего-то, если оно становится единственным, оно дорожает. Вот. То есть тут ничего нового не придумано. Вот. Поэтому мне кажется, что вам вот на эти вещи нужно обратить, обратить внимание. Для себя же самой. Чтобы вам же самой было легче. Чтобы вам же самой было комфортнее. Чтобы вы сами же лучше себя понимали. Вот. Мне кажется, так. Такой ответ. Мне кажется, я мог бы ломать сейчас с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моих ценностей, которые я подвигаю, вот. Поэтому можно пытаться понять другого человека столько, сколько хочешь, вот. Но за всем этим, за всем этим точнее, очень легко потерять себя, вот. За всем этим очень легко забыть про себя. Чего бы мне не хотелось. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин